Девушки отдыхают В странах, где климат отличается резкими климатическими скачками, в зимний период наступает обострение сезона депрессии, что, соответственно, сказывается на мировосприятии и отношении к себе Как это ни парадоксально, есть такая установка, что мы работаем, трудимся, учимся и нам нужно отдыхать Но специалисты обычно говорят, что наиболее эффективный отдых это не смена деятельности и бездеятельности, а смена видов деятельности И поэтому, когда мы знаем, что будут праздники, будут выходные, желательно заранее планировать на это время тоже какой-то активный образ жизни Это кажется невероятным, но первой причиной депрессии, особенно сезонной, очень часто является не то, что у вас все плохо, а всего лишь перестройка природы и смена биологических природных циклов Синдром хронической усталости также может подливать масло в огонь Синдром хронической усталости, первые признаки, это когда не удается как следует отдохнуть И не удается как следует расслабиться Как это ни парадоксально, вроде бы мы все мечтаем зачастую отдохнуть и расслабиться Но, к сожалению, мы зачастую не уже разучились это делать Боимся какие-то вопросы отпустить, боимся какие-то задачи отложить на время А еще главной причиной вашей зимней депрессии может быть и вы сам Сейсмочувствительные люди особенно часто подвержены приступам депрессии Стоит солнцу спрятаться за тучи, так сразу весь день обречен быть серым и безрадостным И теперь, когда в нашей части земного шара преобладают серый, белый и черные цвета Самое время вспомнить о лекарствах от зимней депрессии Первым и самым важным правилом предупреждения лечения депрессии По мнению большинства психологов является здоровый и полноценный сон Сон, да, сон может быть лекарством или, так бы сказать, ресурсом Если это можно более психологично сказать, но не для всех То есть для кого-то действительно сон это очень важный ресурс И стоит не пренебрегать им, высыпаться Но для кого-то ресурсом может быть что-то другое То есть я бы здесь говорил о том, что важно человеку найти свои какие-то ресурсные состояния Ресурсные ситуации, которые бы давали ему прибавку энергии Также, чтобы восстановить работоспособность в зимний период Необходимо добавить ярких красок в свой гардероб Постараться побольше общаться с позитивными людьми И максимально витаминизировать свое питание Заряд положительных эмоций очень важный в такой непростой погодный период Способов для восполнения ресурсов энергии существует немало И чем больше источников счастья вам удастся найти Тем веселее и легче вы перезимуете Аделья Шемилова, Ленар Тавлетьяров, Универ Ньюс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова